Соболезнование начал мэр Орла, сегодняшнюю коллегию. Его он выразил родственникам погибших рабочих. Напомним, во время работ по прокладке коллектора двух молодых людей завалило землей. Их семьям власти пообещали поддержку материальную. Город выделит по 100 тысяч рублей каждый, областная администрация по полмиллиона. Еще по 500 тысяч рублей выделит питерская подрядная организация ООО «Гаджет», в которой работали орловчане. После трогательной речи перешли к повестке дня. Тема строительства коллектора, хоть и не в первых рядах, но все же была затронута. Чиновники заявили, несмотря на трагедию, объект сдадим срок. Как мы говорили по графику, мы должны завершить до 1 февраля укладку всей трубы, обратную засыпку, основные трамбования и щебеночные каприки. На улице Полезская работы не начнут до тех пор, пока у подрядной организации не появятся специальные укрепления, фиксирующие грунт. На то время, когда рабочие находятся на глубине. Что касается других участков, то там сейчас идут проверки на соответствие технике безопасности, но при этом работы продолжаются. Мэр настоятельно попросил не вмешиваться в работу другие организации, чтобы не возникало недопонимания. Есть и просьба, и в данном случае общественный контроль за этим вопросом. Но в пределах разумного, в рамках своей компетенции вмешиваться в ту или иную производственную деятельность. Но сейчас мы проложили магистраль, а вот эти поперечные врезки, которые будут, проводить их таким образом, чтобы не было каких-то больших отклонений от нормальной жизнедеятельности. Больше всего вопросов возникло у руководителя трамвайно-троллейбусного предприятия. Из-за питерской компании у него простой работы, а также повреждены опорные столбы. Ущерб уже подсчитали. Он потянул на полтора миллиона рублей. Предприятию нанесен ущерб от простоев. Когда средства будут возмещаться в предприятии? Как только мы оформим соглашение, выключили полетельную работу, и будет принимать сапки выполненных работ, в вашей группе не будет. Кстати, о троллейбусах. Из-за ЧП изменились их маршруты. Чтобы попасть на Наугорское шоссе, номерам 3, 4, 6, 8, 12, приходится ездить через Герцонский мост. На улицу Горького, потом на Красноармейскую, затем по Октябрьской и Лесково до Наугорки. И так ходить они будут до окончания всех работ по прокладке коллектора. Чиновники заверяют, произойдет это 1 февраля. Но так как сроки уже не раз переносились, то дату эту можно считать весьма условной. Алина Чабана, Денис Еременко для программы Оперативный эфир.